Тель-Авив. Белый город. На самом деле это утопия. Утопия, облаченная в белое. Принесенная издалека морскими течениями и построенная на песке. Ничего здесь не выйдет. Так, по слухам, дымя сигары, пробормотал про себя Уинстон Чарчилль, в то время британский уполномоченный по делам Ближнего Востока в ответ на инициативу архитекторов построить здесь новый город. Песок и барханы, насколько хватает глазу. Не тронутый кусок средиземноморского побережья к северу от Яффы, портового города нового государства Палестины. На песчаном участке побережья автор генерального плана города Сэр Патрик Гэдес собирается возвести город-сад по европейскому образцу со свободными виллами и элегантными бульварами. Молодому государству, впоследствии окрестившему себя Израиль, необходимо место для тысяч эмигрантов, ищущих здесь новую родину. Устойчивость и неподвижность, достигающиеся при помощи возведения зданий на опорах и вовлечения природы. Сначала высаживаются десятки тысяч деревьев, которые укрепляют подвижный грунт. Там, где теперь на месте бывших песчаных дюн раскинулась столица. Тель-Авив. Оживленный город, основанный в 1909 году. Легенда об архитектуре которого, несмотря на его молодость, уже идет впереди него. Тель-Авив. Ни в одном городе мира так радикально не притворены в жизнь новые тенденции архитектуры. Ярким примером того является волнистый дом Леона Реканатти, построенный в 1935 году. А рядом пожелтевшая от времени улица Ангелов, где начинается добрая часть истории. Чуткие круглые формы, прямые линии, перекошенные кубы, вытянутые горизонтальные и вертикальные оси. Никаких завитков и бессмысленных украшений. Нет даже настоящего цвета. Стены домов образуют ровные и функциональные углы. Балконы и террасы взбираются вверх по фасадам. Субтитры создавал DimaTorzok Такое есть только в Тель-Авиве. Баухаус – классический модернизм 30-х годов, архитектура которого, так же, как в Веймаре и Дессау, зиждется на постулате «Форма должна подчиняться функции». Здесь, вдали от тяжести европейского историзма и гирлянд стиля модерн, строится новое время. В городе Тель-Авив, что означает «весенний холм», так в переводе на иврит называется утопический роман Теодора Герцля «Старая новая земля». Новая земля, наполненная светом и четко очерченная архитектура 20-го века. Нет ничего лишнего. Все имеет свою определенную цель. Помещения дышат, в них есть место человеку. На основе идей стиля Баухаус в Тель-Авиве в период с 1931 по 1956 год строится 4000 зданий. Которые превращают город в самый большой в мире ансамбль этой архитектуры. Архитектура Баухаус с ее отточенными системами оттенков приспособилась к климатическим условиям Палестины, прежде всего к жаре и высокой солнечной активности, и создала собственный неповторимый архитектурный стиль Тель-Авива. С выдающимися вперед так называемыми фартуками на балконах и небольшими окнами. Молодые архитекторы, приехавшие в Палестину после обучения в Европе, такие как Дов Карми или Ричард Кауфман, создавали образ Тель-Авива. В списке архитекторов города 200 имен людей, словно по мановению волшебной палочки, создавших за несколько лет неповторимый облик города. Многие из архитекторов действительно учились в легендарной школе Баухаус, высшей школе строительства, пока не были вынуждены бежать от нацистского режима. В 1933 году упраздняют саму высшую школу. Модернизм в Европе становится жертвой фашизма. Архитектор Ари Шарон приехал в 1932 году в Палестину прямо из Дессау. Политически активный, социально мыслящий человек. В центре Тель-Авива он строит для партии рабочих социальное жилье в формате Баухаус. Однако этот квартал остается скорее исключением в геометрическом плане городской застройки, который предусматривает большее количество коттеджей на установленном расстоянии в 5 метров. На идею строительства современных жилых кварталов в Тель-Авиве повлиял французский архитектор-авангардист Ле Корбюзье. Вместе с мисс Ван дер Роя, Вальтером Гропиусом и Эрихом Мендельсоном он принадлежит к числу влиятельных новаторов архитектуры 20 века. В Тель-Авиве молодое поколение архитекторов интерпретирует пуристский язык формы своих знаменитых учителей с учетом условий Ближнего Востока, используя игру света и тени. Этим искусством также владеют Зеф Рехтер и его коллега-тезка Зеф Берлин, которые сыграли значительную роль в архитектурной истории Израиля, а также в создании бульвара Ротшильда. Здесь в благородном виде воплощается идея сэра Патрика Геддеса. Спустя 70 лет престижная улица Тель-Авива сохраняет тот характер, о котором мечтал Геддес и в возможность существования которого не верил Уинстон Черчилль. Живописно-мечтательная, европейского облика атмосфера, покрывающая бывшие песчаные дюны. Виллы в стиле Баухаус со всеми характерными элементами, разделенные четкими линиями, тем не менее в диалоге с природой и снабженные необходимыми в Тель-Авиве атрибутами, внешними жалюзи и асимметричными фасадами. Тель-Авиве атмосфера Многие фасады подточены временем, и их гладкая красота подувяла. Специальная штукатурка с графита или побелка, смешанная с ракушечным песком, растертым базальтом или мраморной крошкой, могут противостоять агрессивному морскому климату лишь относительно. Лишь немногие дома стиля Баухаус остались по-настоящему белыми или пастельно-светлыми. Однако виртуозная игра со светом по-прежнему ясно проявляется в архитектуре, так же как перспективы, передаваемые этой современной архитектурной философией. Построенный в 1939 году семьей Эстер кинотеатр, переделанный сегодня под гостиницу, является памятником архитектуры и находится под охраной государства, так же как и весь центр Тель-Авива. В центре города модернизм Баухаус все еще кокетничает с воспоминаниями о стиле модерн и одновременно подчеркивает переход к новому времени, когда происходит отказ от декоративности, чтобы освободить место для экономичной, но исключительно пропорциональной функциональности. Функциональность Функциональность Кинотеатр Эстер Кинотеатр находится на площади Дизенгоф, в самом сердце Тель-Авива. Ее былая безупречная красота осталась теперь только на старых фотографиях, когда круговая застройка могла еще свободно танцевать вокруг покрытой зеленью площади. С белоснежными фасадами, истекающимися воедино горизонтальными линиями балконов с прорезями света. Победителем конкурса на застройку новой площади стал проект 24-летней Женни Авербух. Ее проект стал символом архитектуры Баухаус в Тель-Авиве, который впоследствии пал жертве плана транспортных развязок. Площадь была приподнята на несколько метров, чтобы под ней можно было проложить главную транспортную артерию города. Транспортные проблемы, которые создатели города тогда не могли предвидеть, и которые превратили в беспросветный хаос прямолинейную, простую, но изысканную архитектуру Баухаус. Больше ясности и целесообразности, больше прозрачности и свободы – так писали в своих учебных программах мэтры Баухауса. Их ученики виртуозно и упрямо притворяли в жизнь новый дух архитектуры Тель-Авива для нового города и новой страны. Ведь именно здесь, в кубах и гранях, заложены основы современной грандиозной архитектуры, использовавшиеся затем с большим размахом всеми столицами. Практичность в белом и прямолинейно структурированная функциональность. То, что формально зародилось в высшей школе строительства в Веймаре и Дессау, а сегодня в качестве интернационального стиля является архитектурным лицом мира, берет свое начало именно здесь. В Тель-Авиве, городе в белом, создающем утопию на песчаных дюнах, отважно приобретая тем самым новую землю для архитектуры. Режиссер Хорст Бранденбург. Оператор Томас Вебер. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура.